Проект, где известные актеры читают сказки совместно с симфоническим оркестром, уже успешно опробован в больших городах. В Московской филармонии на подобные концерты билеты разлетаются в считанные часы. Первоначально сказки звучали в сопровождении классической музыки, но сегодня специально для произведения Шарля Перро написана авторская. По словам специалистов, она идеально дополняет литературное слово знаменитого писателя. И очень интересная музыка такая, знаете, она очень иллюстративна и для детей она будет очень интересна. И вот сочетание музыки, замечательного слова и прекрасного исполнительского мастерства Александра Олежка, вот это будет большой-большой праздник и подарок для наших детей и их родителей. Александр Олежка прочтет две сказки – «Красная шапочка» и «Кот в сапогах». Чтобы детки не устали, музыкальная программа будет разбита на два отделения. В антракте юных зрителей ждут развлечения и угощения. Так что литературно-музыкальные полтора часа для детей пройдут незаметно. Помимо московского гостя, филармония и сама регулярно готовит детские программы. Ближайшая музыкальная сказка запланирована на 10 апреля. «Сказок у нас очень много, они разные, очень разные и по направлениям, и по стилям, и по возрастным категориям, и по каким-то конечным целям. Но все они с счастливым концом, всегда. Даже в сказке про колобка колобок спасается. Это вот какое-то убеждение всего нашего коллектива, что все детские сказки должны обязательно заканчиваться счастливым концом». Выступление московского гостя запланировано на 30 апреля. Организаторы уверены, спектакль «Сказки Шарля Перо» в исполнении Александра Олешко будет востребован у абаканских зрителей. Поэтому концерт решили провести на сцене Русского драматического театра, где зрительный зал вместит всех желающих. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.